В рот богов не позволено перейти никому, кто не был философом и не очистился до конца, никому, кто не стремился к познанию. Потому-то, милые мои семьи и кибет, истинные философы гонят от себя все желания тела, крепятся и ни за что им не уступают, не боясь разорения и бедности. В отличие от большинства, которые крастолюбивы, и хотя они, в отличие от восстолюбивых и честолюбивых, не страшатся без чести и бесславия, доставляемых дурной жизнью, они от желаний воздерживаются. «Так ведь иное было бы и недостойно их, Сократ!» – воскликнул кибет. «Да, недостойно, клянусь Зевсом. Кто заботится о своей душе, а они холят тело, тот расстается со всеми этими желаниями. Остальные идут, сами не зная куда, а они следуют своим путем, в уверенности, что нельзя перечить философии и противиться освобождению и очищению, которое она несет. Они идут за ней, куда бы она ни повела». «Как это, Сократ?» «Сейчас объясню». Тем, кто стремится к познанию, хорошо известно вот что. Когда философия принимается под опеку их душу, душа туго-натуго связана в теле и прилеплена к нему. Она вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Видит философии всю грозную силу этой тюрьмы. Подчиняясь страстям, узник сам, крепче любого блюстителя, караулит собственную темницу. Да, стремящимся к познанию известно, в каком положении бывает их душа, когда философия берет ее под свое покровительство и с тихими увещеваниями принимается освобождать, выявляя до какой степени обманчиво зрение, обманчив слух и остальные чувства, убеждая отдаляться от них и не пользоваться их службой, насколько лишь это возможно, и советуя душе сосредотачиваться и собираться в себе самой, верить только себе, когда сама в себе она мыслит о том, что существует само по себе, и не считать истинным ничего из того, что она с помощью другого исследует из других вещей, иначе говоря, из ощутимых и видимых, ибо то, что видит душа, умопостигаемо и безвидно. Вот то освобождение, которому не считает нужным противиться душа истинного философа, и потому она бежит от радостей, желаний, печали и страхов, насколько это в ее силах, понимая, что если кто сильно обрадован, или опечален, или испуган, или охвачен сильным желанием, он терпит только обычное зло, какого и мог бы ожидать, например, заболевает или проматывается, потакая своим страстям, ну и само великое, самое крайнее из всех зол и даже не дает себе в этом отчета. «Какое же это зло, Сократ?» – спросил Кибет. «А вот какое! Нет человека, чья душа, испытывая сильную радость или сильную печаль, не считала бы то, чем вызвано такое ее состояние предельно ясным и предельно подлинным. Хотя это и не так. Ты, я думаю, со мной согласишься, что в первую очередь это относится к вещам видимым. Охотно соглашусь! А согласишься ли ты, что именно в таком состоянии тело сковывает душу особенно крепко? То есть как? А вот как! У любой радости или печали есть как бы гвоздь, которым она пригвождает душу к телу, пронзает ее и делает как бы телесную, заставляя принимать за истину все, что скажет тело. А разделяя представление и вкусы тела, душа, мне кажется, неизбежно перенимает его правила и привычки и уже никогда не прийти ей воить чистые. Она всегда отходит, обремененная телом, и потому вскоре вновь попадает в иное тело и точно посеянное зерно пускает ростки. Так она лишается своей доли в общении с божественным, чистым и единообразным. Верно, Сократ, совершенно верно, сказал Кибет. По этой как раз причине Кибет воздержанные и мужественные те, кто достойным образом стремится к познанию, а вовсе не те, о которых любят говорить большинство. Или, может, ты иного мнения? Не, что ты! Да, душа философа рассуждает примерно так, как мы говорили, и не думает, будто дело философии освобождать ее, и она, когда это дело сделано, сможет снова предаться радостям и печалям и надеть прежние оковы наподобие пенелопы, без конца распускающей свою ткань. Внося во все успокоение, следует разуму и постоянно в нем пребывая, созерцая истинное божественное, непреложное в нем, обретая для себя пищу, душа полагает, что так именно должно жить, пока она жива, а после смерти отойти к тому, что ей сродни, и навсегда избавиться от человеческих бедствий. В завершении такой жизни, Симе и Кибет, ей незачем бояться ничего дурного, незачем тревожиться, как бы при расставании с телом она не распалась, не рассеялась по ветру, не умчалась неведомо куда, чтобы уже нигде больше никак не существовать. После этих слов Сократа наступило долгое молчание. Видно было, что и сам он размышляет на только что сказанном, и большинство из нас тоже. Потом Кибет и Симе о чем-то коротко перемолвились друг с другом. Сократ приметил это и спросил, что такое? Вы верно считаете, что сказанного недостаточно? Да, правда, остается еще немало сомнительных и слабых мест, если просмотреть все от начала до конца с нужным вниманием. Конечно, если у вас на уме что-нибудь другое, я молчу. Но если вы в затруднении из-за этого, не стесняйтесь, откройте свои соображения. Если они кажутся вам более убедительными, наконец, примите в свой разговор и меня, если находите, что с моей помощью делать пойдет лучше. На это Симе отозвался так. Я скажу тебе, Сократ, все как есть. Мы уже давно оба в смущении и все только подталкиваем друг друга, чтобы тебя спросить, потому что очень хотим услышать, что ты ответишь, да боимся причинить тебе огорчения, как бы наши вопросы не были тебе в тягость из-за нынешней беды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!